молотобои хе-хе-хе-бой БАН БЛОКИРОВКА АККАУНТА НА ВЕЧНО БАН Всем привет, на связи Чейнсоу Многие из вас, наверное, знают, что сейчас в КВ Крушители, мягко говоря, скажем им, будут Улучшенный перк, новые кабины, нервбочек Всё это улучшило положение реликтовых дробовиков КВ И смотря на это всё, мне как человеку, играющему в КВ Только на тайфунах, захотелось покатать тоже на дробовиках Естественно, лишних 40 тысяч голды для Крушителей у меня нет А собирать билд на кувалдах, булавах и уж тем более на громах мне не хотелось И тут я решил купить себе молотки Получается некий компромисс Что-то уже приближенное к Крушителям Также 2 дробовика на крафт Плюс-минус приближенный урон И тут важно отметить, что купил я молотобои только лишь для рандома КВ я даже не рассматривал И вообще, почему я снимаю видео про молотобои? Ну во-первых, дробовик достаточно интересный и неоднозначный А во-вторых, в одном из прошлых роликов у меня на фоне был крафт с молотками И некоторые просили им поделиться А ещё я бы хотел поговорить о плюсах и минусах этого вооружения И разобрать, где вообще этот дробовик можно использовать Вот знаете, сейчас все кругом снимают про то, насколько гнездо имба А чейн просто берёт и рассказывает про молотки Не, ну а чё? Красава! Ладно, на самом деле гнёзы заслуживают отдельного внимания в будущем Так как они играются, они играться не должны Изи гейплей я не приветствую Ну а сейчас присаживайтесь поудобнее Лайк, подписка, хэштег чейн дробовод и поехали! Начнём с никому не нужных характеристик Вообще, какой обзор без перечислений цифрок? Ладно, просто читать все характеристики я не буду Я думаю, если надо, вы сами это сделаете Я же отмечу самые важные моменты в сравнении с реликтовым аналогом Самое важное – это очки здоровья Это, кстати, один из ключевых факторов, почему молотобой не играется в КВ Прочность молотка составляет 221 единицу Когда у реликта 387 прочки И ещё, плюсом ко всему перк Урон у молотка чуть похуже, но в целом схож с уроном крушителя И тут как бы понятно, чего стоит добавить легендарному дробовику, чтобы он чаще стал появляться в клановых боях Далее мы перейдём к крафту Название сейчас находится на ваших экранах и ещё будет в описании к ролику 9 коом, два молотка, инвиз, двигатель чёткий и два радиатора Если что, один радик можно заменить на радар В принципе, так тоже играбельно Но лично мне понравилась вариация билда именно с двумя нерпами И да, кабина фаворит Как только я купил себе молотки, я собрал крафт с кабиной Торера Но мне захотелось улучшить данный билд, и я потратил 2000 голды и купил фаворит И тут, друзья, разница между фаворитом и любой другой кабиной очень даже чувствуется В особенности, когда крафт не на максимальные омы и облепиться радиаторами с охладителями возможности нет Да, дорого, 2000 за кабину Но я лично считаю, что оно того стоит Разница есть, к тому же, этот фаворит можно использовать и на других билдах В условиях рандома на 9 каом крафт с молотками чувствует себя прекрасно Более того, он нагибает Будь то какой-то колесный билд или голый ховер с двумя ассемблерами Урона хватает с головой За одно, так скажем, зажатие вместе с перком Можно запросто взорвать какому-то чилику генератор или бочку Ну то есть реально комфортно На данном крафте я играю, наверное, плюс-минус недели 3 Может чуть больше Удалять или менять его я пока не собираюсь На данных очках мощи меня все устраивает Но тут, как говорится, не без ложки дегтя Прочность, о которой я говорил выше Бывало такое, что ты проезжал под каким-нибудь ховером Или взрывал кому-то генератор И твой дробовик просто отлетал 221 единица прочности Это очень мало В особенности для легендарного дробовика Но про большие омы я вообще молчу Там недостаток здоровья чувствуется еще в большей степени Пробовал я собирать билд на 12 тысяч и больше очков мощи Пробовал на гусеницах и на колесах Но все это было крайне неэффективно Крафт как бы живет А вот дробовики от малейшего попадания по ним жить отказываются Крафт как бы живет А вот дробовики от малейшего попадания по ним жить отказываются Много вооружений контрит молотобои Начиная от пуликов, каких-нибудь жиров с мамонтами на ногах Заканчивая теми же дробовиками, но уже и реликтовыми И тут получается парадокс В общем в рандоме на своих очках мощи сейчас играются практически все легендарки Но как только ты чуть завышаешь очки мощи и все То что так нагибало раньше перестает работать И это касается не только молотобоя Фортуна, ассемблеры в рандоме нормально А на КВ ситуация обратная В общем что по молотобою С уроном, энергопотреблением и всем этим прочим все хорошо Единственное это прочка 221 единица мало 280-300 единиц здоровья И молотобой будет чувствовать себя куда лучше Да, он все равно не будет перестреливать крушители Но это по факту не нужно Крушители реликт, молотобой легендарка Просто с большей прочностью у легендарного дробовика будет больше шансов против других типов вооружений Что на КВ, что и на более высоких очках мощи в рандоме Стоит ли покупать молотобой? Если вы уже достаточно раскачанный игрок У вас хороший склад и есть сетап для КВ То чисто для рандома на 9КОм штука хорошая А если рассматривать молоток для КВ То в нынешних реалиях игры однозначно нет Лучше обратите внимание на что-то другое Так, ну а на этом у меня все С вами был Chainzow Совсем скоро увидимся с вами в новом ролике Всем удачи и пока друзья Почему так часто пропадаешь? Субтитры сделал DimaTorzok